привет сегодня я хочу показать вам пластинку группы которая является одной из моих самых самых любимых и которая сподвигла меня свое время я был еще достаточно юным парнем но уже считался большими ломаном вот она сподвигла меня уже усомниться в термине прогрессивный рок потому что прогрессивный рок это что-то такое общее и такие разные группы в этом самом так называемом прогрессивном уроке работают что возникает некая путаница и канзас у нас прогрессивный рок и с у нас прогрессивный рок и что только у нас не является прогрессивным роком но группа джентл giant вот это это совершенно отдельная история когда мы с друзьями послушали пластинку octopus давным-давно это было я чуть ли еще не в школе учился или на первом курсе института я не помню общем был юным парнем достаточно еще не мог голосовать даже еще был практически несовершеннолетним но это сложнейшая музыка невероятно сложная удивительно точно исполненная классическая практически она оказалась настолько доступной настолько легко нами считалась настолько легко вошла в наше сознание в наш мозг в нашу душу в наше сердце то мы мгновенно влюбились в группу gentle giant с пластинкой octopus я напоминаю я сейчас я не показываю хотя она у меня есть мы поговорим о ней отдельно что как-то стало неловко даже и некорректно ставить gentle giant в ряд групп прогрессивного рока но вместе с тем же самым канзасом который мы тогда очень сильно любили андрей панов в частности был большой любитель канзаса и он же с ума сходил по gentle giant напоминаю андрей панов он же свин организатор первой советском союзе соответственно и в россии панк группы и наверное панк номер один все-таки в нашей стране тем не менее gentle giant был у нас в фаворе и возможно на первом месте среди тех групп которые играют так называемый серьезный рок хотя сложно это назвать и роком и прогрессивным тем более роком и каким угодно роком при этом эти ребята которые играют музыку на основе средневековых построений всяческих музыкальных сначала казались нам да они сначала казались нам такими ботаниками в очках которые сидят обложенные нотами со всех сторон играют на скрипках флейтах и прочих разных изысканных и тонких инструментах но когда я увидел видео уже в зрелом возрасте группа gentle giant оказалось что это безумные парни в клешах волосатые бородатые которые прыгают по сцене носятся орут играют тяжеленную музыку на концертах у них настолько все это тяжело роково и пробивно что лет запилен могли бы позавидовать наверное и у них есть очень тяжелые альбомы gentle giant многие ругают многие фанаты этой группы ругают gentle giant за поздние пластинки такие как цивилин missing piece ну сначала missing piece вышел потом цивилин цивилин это последний альбом gentle giant за то что они ушли якобы в попсу стали играть стадионный рок перестали заниматься своими средневековыми фугами ну и что скажу я пластинки прекрасно я очень люблю цивилин здесь песня например например у труда night настоящий хард-рок настоящий такой прямо вот выходи на стадион и сметая всю публику но сыграно и спета все так же как на всех прочих альбомах gentle giant очень здорово missing piece шикарный альбом тоже two weeks in spain первая песня которая открывает пластинку тоже чистый рок чистый бескомпромиссный рок но очень красивый антонин around уже начинается дальше красоты gentle giant но я хотел показать вам вот этот альбом 75 год седьмая пластинка gentle giant freehand называется она и если кто никогда не слышал gentle giant то может быть можно начать и с этого альбома слушать эту группу а можно с любого другого потому что они хорошие все они потрясающие все я в третий раз или четвертый говорю что мы услышали первым октопус и октопус нас совсем увел сразу в эту сказку в этот бесконечный мир gentle giant групп хороших очень много я уже говорил по моему об этом это не новость до хороших очень много но тех групп которые построили свой мир отдельный именно мир музыкальный вот их как раз не очень много я могу назвать ес могу назвать дженесис могу назвать джет ротал ну и конечно джентл джайн это отдельный абсолютно мир открываешь дверь входишь туда и привычный мир в том числе и музыкальный остается за закрытой дверью а ты оказываешься в совершенно ином пространстве это не касается кстати большинства групп которые играют просто музыку просто красивую музыку gentle giant отличаются они тем наверное от всех групп которые заигрывали с классикой ну что называется заигрывали играли свои произведения на основе классической музыки отличается тем что все вот эти группы там прекрасные эмерсон лэгкан палмер до другие они как-то внешне все это делали очень красиво очень здорово очень сложно очень интересно но как-то внешне а вот эти парни абсолютно не внешне они как будто там и родились в этой самой средневековой музыки и настолько легко обращаются с ней что я могу сравнить их по легкости обращения с музыкальным материалом по естественности только с наверно с франком запой который жонглировал музыкальными стилями как хотел крутил перекручивал все что угодно но при этом его произведения были абсолютно цельными то же самое у gentle giant здесь просто шедевр на шедевре на этой пластинке и шедевром гоняет 7 альбом gentle giant они сменили фирму которая выпускала их альбом и ушли с вертига и пришли на кризалис возможно это было после совместных гастролей с группой джет ротал с которой они очень подружились джет ротал работали на кризалис и gentle giant перешли тоже на кризалис у них были проблемы с предыдущей компании что-то там им не нравилось не знаю сложно все было но тем не менее гэри грин кэри минер дэрек шульман рэй шульман и джон уэзерс барабаны стали работать на кризалис и первый альбом кризалис это вот этот free hand который начинается с со щелканье пальцами либо же с какой-то другой перкуссии там очень много инструментов у gentle giant на чем только они не играют я перечислю гэри грин электрогитара флейта вокал кэри минер клавишные вокал дэрек шульман вокал флейта альт саксофон рэй шульман бас скрипка электроскрипка альт саксофон вокал джон уэзерс ударная перкуссия на самом деле палитра огромная и то что я перечислил вот и кажется да такие скрипка флейта вокал а музыка очень тяжелая в хорошем смысле для восприятия очень легкая по плотности мало с кем можно сравнить и вот начинается вот эти вот штуки потом рассекая размер заданный вот этими щелчками вступает вступают клавишные бас все остальное гитары все поперек и каждый инструмент играет свою историю полифония одна из главных составляющих музыки джентл джайнт все играют свою историю но все увязывается но также как классической музыки также как у баха в общем-то и вступает вокал который идет поверх всей этой сложной вязи поперек но все это раз и складывается в единую картину очень красивую и вот такая игривая штучка сложная продолжать 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 потом раз личское отступление и традиционные около блюзовые гитарные ходы на синтезаторной основе плавненько медленно безумно красиво можно даже подумать что эта группа кэмэл вдруг начала здесь играть а потом бац какие-то джазовые такие кабарешные вступления взрывы саксофонные этот джаз опять потом уходит в изначальную тему всего так вот перекручена переверчена склеена но совершенно цельно вообще не кажется что это какие-то кусочки склеенные между собой а удивительная такая извилистая тропинка по которой ты идешь и обозреваешь прекрасные виды но главное конечно изюмина он reflection четырехголосная фуга вообще с вокалом джентл джент это отдельная история я я такого не слышал ни у одну не одной группы ни английской не американский никакой угодно вокал здесь настолько своеобразен настолько крут что аналогов нет четыре голоса он reflection переплетаются поют разные мелодии контрапункт полифония все здесь присутствует песня о расставании с девушкой как бы прощание но с юмором здесь все в порядке потому что вот эта фуга гола голосовая печальная трогательная лирическая идет 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 потом вдруг барабан с колокольчиками тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан и понятно что не так то и печально расставаться и после этого тан-тан-тан-тан-тан-тан продолжается дальше это самая красивая фуга которая кажется вершиной классической музыки вообще если вы не любите классическую музыку послушайте он reflection сразу же полюбите сразу же побежите все в армонию слушать баха моцарта вивальди и мы дальше 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 и он reflection заканчивается совсем уже уходом в лирику в голосах я имею ввиду и вот разрывающая душу и сердце вот эта лирическая часть вокальная вдруг раз обрывается и вся группа вступает уже с гитарой с барабанами с басом тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан мы расстались пока детка все я ушел бай-бай потрясающая совершенно вещь freehand заглавная песня последняя на первой стороне ощущение такое что музыканты группы gentle giant это такой средневековый оркестр который сбежал от сыщиков инквизиции ночью заперся в каком-то подвале как следует выпил и начал играть музыку ту за которую их немедленно сожгли бы на костре если бы инквизиция до них добралась настолько это все с одной стороны средневеково классично и красиво а с другой стороны настолько безумно настолько с юмором настолько неожиданно что точно костер им светил бы в средние века сто процентов freehand опять таки вот эта сложная вязь инструментальная поверх которой абсолютно роковая роковая мелодия голоса которая склеивает всю эту сложную вязь и песня воспринимается как такая hard rock композиция хотя внутри там все вот так все вот так все здравствуйте бах здравствуйте гендель оба пьяные сидят играют тут же оркестр этот безумный и опять начинается лирическая часть музыкальная красивая очень одна из самых красивых мелодий наверно джентл джент которая вдруг прерывается синкопированными клавишами раз и опять потом в классическую красоту в общем с фантазией все в порядке на второй стороне time to kill который продолжает все эти сложно завязанные истории но прямая голосовая линия опять же все это склеивает все это кажется просто доступно безумно красиво ни на кого не похоже и наверное одна из самых красивых мелодий вокальных уже джентл джент это his last voyage или voyage она просто вот вершина вершина солнца луна звезды трава лес замки красивые девушки очень увлекательно я бы сказал freehand говорить о музыке можно много но лучше послушать этот альбом не все считают его самым лучшим потому что каждый любитель джентл джент назовет и октопус и three friends и power and the glory тяжелый очень роковый альбом и остальные интервью и на глаз house первый джентл джент но они каждый хороши по-своему мне очень нравится вот эта штука хотя и остальные нравится тоже как я уже и говорил включая и последние хард роковые пластинки джентл джент пойду пить и слушать прекрасную музыку вместе с вами пока